Собираемся в театр. Решили помыть волосы. Хорошо фен есть. Представляете, вот Аля и я два парикмахера с таким большим стажем. Я, во-первых, приехала без расчески, а Аля приехала вот с такой, меньше ладошки. Это такая игрушечная. Я говорю, что это такое? Она говорит, у тебя и такое нет. Каждый день новый. Хорошо, ладно. Но тут еще загвоздка в том, что мы же приехали на экскурсию и никаких вечерних нарядов, никаких таких красивых кофточек, свитеров не брали. Думали, ну будем гонять туда-сюда, а в номере только ночевать. Ну нет, ну мы же теперь идем в театр Мариинский. А одеть нечего. Зато с чистыми волосами пойдем. А, кстати, а, ладно, потом расскажу, что купили. А что женщина говорила? Лишневую билицию, да? Нет, она не информация. Простите. Измерили, да, температуру металла. Мы накрасились, оделись как могли. Тут вроде в вечерних платьях, на шпильке. Это я пока убрала ободком, потому что сейчас все разнесет, всю кладку. У нас шпилька, в вечерних платьях. Так все хорошо выглядят, и мы. Бросавец. Ну ладно, бог с ним, ну что делать? Да, срать. Если я чувствую, прям я не знаю. Я на даче крашей одеваюсь. А ты, Алла, точно, есть экран. Вот, мы только проговорили раньше, кру давали. Простите, 3 шоссе, двесемся. С вами третий ярус выше, там нам еще подняться. У нас третий ярус. Ух, как Эрмитаж. У каждого яруса, сказали, своя гардеробная. Так, есть туалет. Мама. Боже, какая люстра. Ух, как Эрмитаж. 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 у нас видимо очень хорошие места ну как по сравнению вот первые в ряды видите там что цена такая зашкаливает ну и не хочу там сидеть я хочу вот здесь все видеть часы так первый ряд 71 72 до из чего не хоть старенький нос хотите говорит вот они наши персональные места везет каждый день все больше их нет и рядом с вами никого не будет а не давай здесь сидеть зачем посмотри как тупо не без разницы посмотри какое ложе кто у нас там сидит маквиенко что ли дорого-богато мне люстра мне люстра поразила вот это чем-то напоминает секстинскую капула смотри еще одна ложа пустая может она не здесь подожди да никого сбоку нет вот здесь получается это третий ярус все будут сидеть вот так как на стадионе да а вот здесь аль хорошо заметила сейчас покажу такие же стульчики стоят красивые как у нас зал полный крокер телефон надо было привязать сейчас кто там под нами не надо вставать ну вот а мы боялись алла говорит что если бы нас дать в вещах не платим были даже никто и не увидел все хорошо все отлично ждем будем наслаждаться у меня убедительно просим вас отключить машину телефон и использовать флоте видео и данную технику и использовать флоте видео и данную технику а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Сидишь-сидишь, потом 20 минут ты где-то бегаешь, и опять полчаса, даже не 40, полчаса сидишь. Все отлично. Ну, это как? Все, ладно. Вообще мы довольны, получили массу удовольствия. Массу-массу. И прогулялись под таким дождем со снегом. Шикарно, все шикарно. Каждый день у нас шикарен. Музыка, костюмы, декорация, все просто отлично. Конечно, конечно. Вот меня поразил Мариинский театр больше, чем спектакль. Говорю честно, у меня слов нет, какой он красивый. Какой он красивый. Внутри. Внутри там, где спектакль дает. Завтра у нас поезд только в 5 вечера. Выселение в 12. Планов полно. Да, и мы сегодня подумали, что на всякий случай купим. Мы купили шикарное крымское шампанское розовое. Сейчас покажу. Такая матовая бутылка. Мужчина в магазине посоветовал. Говорит, после премьеры мы рассказали, что в театр идем. Абраудисом, резерв, брюд. Всем хорошего вечера и спокойной ночи. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра.